Татьяна Аборина Наши отличились в дисциплине парашютно-атлетическое многоборье. В командном зачете среди мужчин пермики выступили двумя составами и заняли два первых места. Выиграл свои состязания и женский коллектив. Кроме того, в личном зачете было завоевано три награды – два золота и одна бронза. По этому году, как таковых соперников, у нас, наверное, не оказалось. Думаю, что выиграли, что называется, за явным преимуществом. Но это тоже, как бы, в основном, все, конечно, наша заслуга. Потому что мы очень много тренировались, нас нынче возили по сборам, по всей России мы мотались. В общем, очень большую работу проделывали. И, естественно, вот результат не заставил себя ждать. В программу соревнований входили три вида – бег, плавание и прыжки с парашютом на точность приземления. Все три результата дают определенное количество очков и суммируются. Наиболее весомый вклад, как правило, от прыжков. Причем важна не только подготовленность спортсмена, но и снаряжение. С этим у пермяков все в порядке. Они используют одни из самых передовых парашютных систем. Они специально сделаны для того, чтобы давать отличный спортивный результат. Если сравнить, то до прошлого года наши спортсмены прыгали на старых парашютах гораздо меньшего класса. В этом году мы можем уже спокойно с такими системами быть востребованными в сборной России. Вот, видите, символика пермского края. Все как надо. Впереди у нашей сборной новые важные старты. В Ёж-Короле пройдет чемпионат страны в дисциплине «Классический парашютизм». Гонбалисты пермских медведей продолжают готовиться к новому сезону. Сейчас наша команда находится в Минске, где участвуют в турнире на призы олимпийских чемпионов. В первой игре пермяки встречались с хозяевами турнира «СКА Минск» и уступили со счетом 28-32. В следующем поединке соперник украинский «Мотор». Третий противник – белорусский «Аркатрон». Молот Приками, который также завершает подготовку к новому чемпионату, сделал еще одно приобретение. Очередным новичком стал защитник Митрий Гелезидинов. Воспитанник челябинского хоккея в прошлом сезоне выступал за самарский клуб ЦСКА ВВС. В нашей команде он будет играть по 24-м номерам. Сезон пляжного волейбола близится к завершению. Под занавес прикамские спортсмены отлично сыграли на крупных соревнованиях. В Подмосковье, где состоялось юношеское первенство России, выступили четыре наши пары. И вот недавно мы буквально на днях приехали и довольно-таки очень хорошо выступили. Из 24 команд, что у регионов, вернее, что у мужчин, вернее, что у ребят, у юношей, что у девушек, 96-97 года, девушки у нас стали призерами, заняли второе место по России. И вторая пара у нас заняла седьмое место. Обе пары из города Чусового. Серебро первенства страны среди девушек завоевали Анна Чуркина и Ульяна Батуева. В финале они уступили краснодарской паре. Играть против южан всегда тяжело, поскольку сезон пляжного волейбола у них начинается намного раньше, чем на Урале. И длится заметно больше. Но у наших спортсменов свои козыри. И мы можем проводить практически только с мая месяца начинать подготовку. Естественно, что мы проигрываем в этом, в объеме. Там, во-первых, круглогодично могут проводить. Во-вторых, уже во многих городах построены под крышей стадионы. И с другой стороны, у нас свои плюсы. То есть мы компенсируем желанием каким-то, аффективностью тренировок и так далее. Что касается мужской части соревнований, то лучший результат показала пермско-осинская пара. Максим Бабин, Александр Фотин. Они стали седьмыми. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.